Девушки отдыхают Типичный вечер в Омске Кажется, весь город пришел посмотреть на игру любимых ястребов И самая важная птица, конечно же, на ворот Он хорош Это все Он очень сильно помогает своей команде И он огромная часть их успеха Это здорово понимать, что твой брат так хороший, что люди так любят его Главное в работе воротаря дать своей команде шанс выиграть Если ты ни одного гола не пропускаешь, а твоя команда забивает один гол Это такая редкая, но идеальная ситуация Поэтому я не знаю, половина команды воротарь или больше Потому что твоя задача дать команде выиграть Ты один за это в ответе Девушки отдыхают Горячие финские парни, воротарь и тренер Вовсе не выясняют отношения на повышенных тонах Просто они увлечены процессом Авангард готовится ко встрече с серьезным соперником Салаватом Юлаевым Но Рама, как всегда, думает лишь о собственной игре И его настрой ударнее любой тренерской установки То, что ты делаешь, зависит только от тебя Если ты идешь на лед, заранее думая, что проиграешь Зачем тогда, в принципе, это делать? Можно вообще не выходить Кажется, Рама суров Не пробиваем и каждую секунду готов к атаке Так и есть На льду В жизни Кари производит впечатление очень спокойного, веселого и расслабленного человека И вот уже установка меняется кардинально Это просто игра, ничего больше То есть я не отношусь к хоккею как к чему-то святому Это просто игра Наверное, в обычной жизни я довольно странный человек Да, он такой типичный финн Спокойный и хладнокровный Никаких там эмоциональных взрывов Это не про него Но на льду Кари совершенно другой Он всегда хочет выиграть и делает все для этого Он всегда в игре, не отпускает ее нити ни на секунду И дает всем партнерам почувствовать это Влияет на команду Как повлиял на авангард приход Кари Рама Отдельный разговор Перед тем, как в 2009 подписать контракт с командой из Омска Кари играл в НХЛ Тампа Бэйлайтнинг выбрала его на драфте в 2004 году И несколько лет молодой финский вратарь пытался пробиться в основной состав Но все же больше матчей проводил за фарм-клубы Там-то и настигла Рама предложения из Сибири Первая реакция, когда я услышала, что он едет в Россию, была А ты куда-нибудь рядышком едешь? В Москву или в Минск, в Белоруссию? А он говорит Нет, мам, я еду в Омск О, Господи, это ж так далеко Я у него спрашиваю, ты действительно туда хочешь поехать? А он говорит, да Я правда хочу туда Однако новости о приобретении финского голкипера Совсем не обрадовала болельщиков авангарда Они и не видели в раму надежного стража ворота А решение менеджеров о контракте с ним Называли не иначе, как потери денег Это была темная лошадка Как бы он молодой еще воротарь был Но до него у нас была очень сильная чехарда Чехарда с воротарями Не было твердого первого номера в команде И все новые кандидатуры принимались как бы с осторожностью Сильно многого не ждали от него Перед началом сезона Мы полгода его смотрели И особенно он понравился по движению, по резкости То есть не по-молодому очень зрело работал Потому выбор пал на него И, как я вижу, теперь не зря Впрочем, своей уверенной игрой Голкипер опроверг все опасения Рама играл не только надежно, но и эффектно Оказалось, он мастер выкладывать молниеносные передачи Прямо на клюшке нападающим То есть даже спасая, он атакует И это так соответствует духу авангарда И хотя завершился сезон поражением амичей В первой же серии плей-офф Самым ценным игроком команды Фанаты признали именно своего воротаря По ходу сезона он проявил себя очень хорошо Вытаскивал очень много матчей Буквально на своих плечах То есть команда играла по-разному Хорошо, плохо Но он показывал стабильную игру Он очень психологически сложный человек Он любит, когда он первый номер в команде И когда ему доверяют, он показывает хорошую игру всегда Но один единственный промах подчас может разрушить все Карьеру, достижения, любовь болельщиков Он пропустил гол от чужих ворот Немыслимая ошибка для вратаря уровня рама Он пропустил еще из чужой зоны То есть шайба прошла вот так вот низом Через всю площадку Ну то есть не там, не знаю, не заметить как-то Нельзя этого было вроде И он все сделал движение Но вот нашла она вот эту какую-то лазеечку Там под ним Ну я говорю, ну вот бывают такие киксы Я думаю, у любого голкипера раз в жизни И вот как раз этот момент для Карьерама был такой Но на этом череда удивительных ошибок Карьерама не прекратилась А этот шедевр даже вошел в мировую десятку Самых курьезных автоголов в истории хоккея На седьмой строчке Ну Рамо, ну начудил Какой он тут цирк Дю Салей устроил? Я бы очень хотел сказать, что со мной такого никогда не происходило Что я никогда не терял уверенность Но единственное, чего действительно не было Я никогда не просил, чтобы меня заменили Я надеюсь, что этого никогда со мной не произойдет Потому что это значит, что ты сдаешься Конечно, в игре может все что угодно произойти И все пойдет не так И ты будешь стараться еще больше А чем больше стараешься, тем все еще хуже происходит Ну это игра, тебя могут заменить Но сам я об этом никогда не попрошу Сам Карри считает, что понять его лучше всех Может лишь второй вратарь Они встретились в первом же матче Рамо в КХЛ Только Алексей Кузнецов тогда играл за Борис И его имя ничего не говорила Карри Рамо Финн и предположить не мог, что уже через год Алексей станет его напарником в Омске Напарником и другом Самое лучшее качество, я бы сказал, в русских людях Что они очень теплые, очень добрые люди Если ты по-настоящему с ними дружишь Как я дружу с Алексеем Кузнецовым То они воспринимают тебя как часть семьи Они приглашают тебя домой Считают действительно родным Дочка у меня любит очень Карри Постоянно, ну, играет, когда ездит в гости Она, ну, как Учит его всяким русским песенкам Научил его петь Антошка Антошка, пойдем копать картошку Он потом долго ходил и пел эту песенку Кузнецовы стали для Карри его русской семьей А быть частью большой и дружной семьи Ему не привыкать Четыре сыночка и лапочка дочка Совсем как в знаменитом мультфильме Родители Рама всегда дома ждали Четыре сыночка и лапочка дочка Только вот, чтобы порадовать детей Папа Рама приносил домой вовсе не мешок с яблоками Лучшим подарком для детей всегда была Спортивная экипировка Потому что четыре сыночка Папа Рама Играли в хоккей А лапочка дочка в футбол Ответственным за форму Или менеджером команды Отец Карри стал, когда понял Что Рама ворот для юного Рамо Лучшее будущее Началось все с того, что я водил Карри на каток На тренировки Тогда родители покупали коньки ребятам по очереди Но когда Карри подрос Стало ясно, что нужен специальный человек Чтобы он один отвечал за закупки амуниции И я стал этим человеком На коньки Карри встал в четыре года А в пять уже играл в команде И был отличным нападающим А в шесть лет я стал вратарем Сначала все из команды по очереди вставали на ворота И никому это не нравилось Но когда выпал мой шанс, мне понравилось И я был слишком хорошим нападающим Это было не очень честно по отношению к другим ребятам Поэтому я встал на ворота Когда Карри стал вратарем Я сама сделала ему часть амуниции Например, его вратарские перчатки Я смастерила из обычных перчаток Отцовской бейсбольной ловушки А на защиту пошли лучшие подушки из дома Впрочем, довольно скоро стало ясно Одними подушками не обойтись В семье подросло новое поколение галкиперов Отец вратаря Пекка Рамма В молодости сам играл в хоккей И с будущей женой Хайнели познакомился тоже на матче Их дочь Хейди всего на пару лет старше Карри А сам он ненамного опередил следующего брата Йенсен Ну а самые младшие в семье 20-летние близнецы Лаури и Ларри Хоккей для нашей семьи – это нормальная история У нас с мужем даже первое свидание было на хоккее Все наши дети играют в хоккей Поэтому, конечно, мы постоянно на катке Знакомы с персоналом, тренерами, со всеми Из всех братьев Карри Рамма Только один выбрал карьеру защитника Йенс и Лаури тоже вратари Потому что мы, финны, любим быть в своем собственном мирке У каждого из нас свой космос И мы в основном одинокие люди То есть как раз все качества для хорошего вратаря Мне было 11, и это просто случилось У меня два старших брата вратари И это было естественно и легко Тоже стать вратарем Это просто случилось Я не принимал какого-то важного решения Обычно летом, когда я приезжаю домой Мы с братьями собираемся И с тренерами вратарей Мы все собираемся на льду И тренируемся по пять раз в неделю Тогда уже мы можем что-то обсудить Но я обычно ничего не советую Тренеры должны советовать, а не я К тому же и родители Карри И его сестра Постоянно работают волонтерами на юношеских играх Единственный человек в этой семье Кто ничего не смыслит в хоккее Но зато немного говорит по-русски Это бабушка Карри Рама У финского вратаря, как выяснилось, русские корни Мы приехали сюда, потому что была война Моя семья жила практически на границе Мой прадед был фермером И он как-то поменял свой участок На такой же здесь, в Хейнеле Так и переехали Когда мы были молодыми Мы толком ничего про хоккей не знали Здесь даже не было катка или другого льда К хоккею бабушка по-прежнему равнодушна Но успеху внука на исторической родине рада Конечно, когда я выхожу в магазин Или просто куда-то выхожу То всегда просят сфотографироваться Просят автографы Естественно, мне это очень нравится Очень нравится, когда люди приходят И болеют за нас на арене Это очень приятно Карри всегда легко соглашается сфотографироваться И поболтать с фанатами Сказывается и благодарность за их любовь И европейская доброжелательность А еще, возможно, Рамма всегда чувствовал Что быть ему звездой Поиграть в хоккей и сыграть на гитаре Хоть раз в жизни пробует, наверное, каждый финский парень И Карри Рамма тут не стал исключением В 16 лет он взялся за инструмент С не меньшим рвением, чем когда-то за клюшку Но любовь к игре на воротах Все-таки взяла верх Кто знает, может быть, в лице Карри Рамма Мир и потерял великого гитариста Но на счастье болельщиков Приобрел великолепного галкипера Субтитры сделал DimaTorzok